здравствуйте дорогие мои друзья чертова мельница чертова мельница как вы думаете что можно под таким наименованием ну мельниц уже давно нету в понимании так так сказать старом как помните дон кихот сражался с витринными мельницами и с копьем бросался кричал великана я вас не боюсь да кажется безумец на мы чем-то смеялись над ним понимать что это он но на самом деле на эти в колдовстве имеется некий такой смысл и дон кихот хотя он вроде как вымышленный персонаж ну отражает тоже некоторые аспекты этого мира так нет друзья мои чертова мельница это тогда когда человек вовлекается в прямое противостояние с колдуном с колдунами или с какими-то силами то есть его начинает крутить то есть он постоянно находится в этой борьбе ну как бы начинается война и он воюет он сбрасывает себя ищет разные способы колдовские религиозные ритуальные пытается сбросить себя колдовство на какое-то время становится ему чуть легче потом опять его накрывает то есть он вот крутится в этой мельнице это бывает происходит годами если не десятилетиями знаете уходит один колдун приходит другой и на самом деле я очень часто друзья мои встречаю таких людей эти люди часто талантливые чувствительные в прошлых жизнях они уже может быть кто-то из них был колдуном и сам нападал на кого-то а в этой им приходится как бы рассчитываться на себе на своем опыте понимать что каково это когда на вас все время оказывается магическое воздействие ну а в нашем мире это еще и вы никому не можете обратиться потому что если вы скажете об этом будете говорить на работе или к врачу пойдете это вам скажут что вы ну как бы не совсем здоровый человек и вам нужно принимать лекарства лучше лежать у нас больницы но друзья мои на самом деле нет вы знаете что в нашем мире непростом талантливые души приходящие часто из верхних миров day до из этого подвергаются блокировки некие силы отслеживают их их достаточно много в этом мире тут всех и не перечислишь настолько здесь в этом мире пасется всякой нечисти мы они вам об этом говорим с вами ну чуть не каждый день но вот блокировка до часто люди попадают в такие семьи где их блокируют вокруг них начинается вице вот эти вот колдуны и которые закрывают печати ставят блокируют землю блокирует небо и не могут реализовать потенциал эти души начинают болеть начинают впадать в уныние даже может быть и в суицид происходит то есть таким образом душа попадает еще ниже теряет свой потенциал да все непросто да в этой игре очень жесткие правила но вот люди которые прорвались через это выжили попадают вот в такое бывает противостояние чертовы мельницы примеру даже через родственников то есть какой-нибудь там муж бывший муж до его свекровь там или наоборот примеру сноха начинает там колдовать на кого-то на на мужа или еще на кого-то то есть родственники здесь очень часто друзья и поначалу вы не понимаете потом понимаете что на вас оказывается воздействие разрываете отношения с этими людьми но противостояние продолжается то есть на вас накидывают что-то вы сбрасываете накидывают вы сбрасываете и вот вы начинаете крутиться в этом чертовом колесе и это истощает силы это останавливается одной стороны первичный этап хороший да то есть вселенная дает вам достойного противника вы с ним вступаете в борьбу изыскиваете различные методы учишь учитесь и энергетическим воздействием и какие-то ритуальные методы да то есть вы на самом деле первичный этап этой чертовой мельнице благоприятный то есть вы накапливаете свой опыт становитесь сильнее как бы разные методы вы уже живете в этом магическом мире но когда это затягивается то есть хорошо это на первом этапе что вы почувствовали силу своей души как бы осознали что вы можете да поначалу человек бросается кому-то пытается помощи найти там по монастырям по бабушкам по колдунам ну на какое-то время легче потом опять накрывает и пошло поехало но потом человек должен понять что он должен вот так сказать овладев всеми теми методиками даже которые к нему применяли там всякие вот эти выкатывание нашептывание намерение он должен сам это но освоить чтобы нему со стороны это делали а он сам должен овладеть этими методами и если это происходит борьба идет дальше если нет человек часто тоже выходит с дистанции и так сказать погибает но какой-то момент это уже надоедает ну как бы все время невозможно вы думаете да сколько ж можно сколько там стоит вроде перед вами один какой-то колдун но он все время вы его сблокируете вы его там набрасываете возвращаете ему он как феникс так сказать из пепла через какое-то время восстает и становится еще злее часто на самом деле здесь чтобы выйти из этого колеса нужно во первых понять потому что вы начинаете как бы тоже вы воюете с этим колдуном вы становитесь похожи на него да то есть вы делали делаете это тоже со злостью делаете это думаете как даже это закончено да как бы тебя стереть с лица земли на вот вы начинаете быть тоже в чем-то черным колдуном потому что ну вы по справедливости вы защищаетесь да но я вот методы то есть вы начинаете испытывать эмоции и на этих эмоциях часто черти ну или какие-то существа которые обычно стоят за этими колдунами потому что если колдун как собственно человек но его легко заблокировать он обычно просто уходит и находит себе новую жертву но человек одержимый еще так сказать продавший свою душ и поддерживающим его поддерживают различные сущности им все равно что его тело разрушается что он начинает так сказать вокруг него начинает болеть умирать они будут его все равно там это помогать ему очищаться и бросать его в бой каждый раз бросать его на вас и вы думаете да шушен бессмертный что ли как это можно я там возвращаю я блокирую он опять значит восстает и продолжает свои воздействия все злее и злее на самом деле тут в чем-то чем вы злее тем злее этот противник да то есть они очень умеют пользоваться вашей же силой вашу же силу они направляют против вас вашей же силой вы кажется он все это вы становитесь сильнее вы становитесь сильнее часто вы своей же силой бьете его поэтому в первую очередь это контроль над своими намерениями своими желаниями вы должны бороться как бы легко с удовольствием с любовью да вот как-то тяжело как можно полюбить какого-то мерзкую тварь но вы должны наносить удары именно с любовью вот знаете вот это все время говорят о вселенской любви о благости то есть вы должны воевать осознав что это этот ну в чем-то жалея это существо этого колдуна тогда ваши действия станут эффективнее в разы и тогда вам обратка не будет приносить потому что в чем-то это получается вот этот пинг-понг вы туда вам оттуда туда оттуда то есть как знаете в голливудских фильмах обычно знаете про боксеров или про каких-то единоборцев там у них обычно происходит то один начинает кого-то метель прям бьет 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 какой-то роки помните там один начинает метелить потом значит тот как которого избили встает и начинает противоположную то есть они по очереди друг другу мордасы бьют и в общем оба находятся в таком состоянии ужасающим вот в чем-то это напоминает такой такой процесс значит первое чтобы выйти из черта его мельницы это значит полюби врага своего даже больше чем себя самого тяжело вот это тяжело но нужно отстраненность то есть не с позиции разума с позиции души вы должны смотреть на это как на обучающий процесс как на игру да не должны личностный фактор какие бы вы потери не потеряли да потому что часто накапливается и достаточно трагические вещи которых тяжело простить но вы не значит что вы должны поднять руки вы должны блокировать колдуна вы должны работать с ним но вы должны отстраненно это делать с любовью тогда вы сразу почувствуете эффект сразу почувствуете что вы начинаете побеждать и достаточно в принципе этого чтобы вы вышли из этого чертовой из этой чертовой мельницы кроме этого друзья мои важно намерение потому что человек подчиненный законам войны все свое намерение вкладывает в эту войну чтобы победить чтобы а вы должны вы просто крутитесь в этом годами бывают люди крутятся десятилетиями крутится в этой в этом кольце а нужно первое любовь второе любовь на борьба не то что подставь правую щеку левую щеку любовь но сражение с любовью должны головы сносить с любовью вот тяжело но понять это потому что магия это сочетание несочетаемого запомните это что здесь и и сладкое горькое в одном стакане вот это вот когда вы поймете когда вы перестанете быть горделивыми представьте там голову там я такой нет вот сочетать несочетаемое это важнейший закон магии когда вы научились это этому все остальное начинает идти ну друзья мои опять понесло меня куда-то не туда а тем это очень важно и очень многих волнует как выйти из колдовской мельницы наверное стрим даже но стоит по этому поводу провести потому что попробую сегодня потому что тема важная и многие от этого действительно страдают значит второе намерение вы должны ник это из этого кружения из этого танца с врагом выйти вообще прямое противостояние в в любом деле она неэффективна нужно всегда действовать как бы со стороны всегда обходить сбоку хотя вы скажете ну что же такая за подлости бой должен быть так сказать грудь грудью лицом к лицу ну бывает и так да вот вас жизнь сталкивается этим но это неэффективно надо всегда работать из-под тяжка да вот чувствуете противника постарайтесь заранее его заблокировать заранее понять не потом из себя в это выжив вот вытаскивать стрелы иглы из своего сердца заранее понять то есть для этого должно быть чуть-чуть что этот человек опасен что его надо как бы заранее может быть туманчиком закрыть на время не надо никого нападать но лавировать среди этой черноты маскироваться да в каких-то организациях вы работаете что у вас эгрегор не бомбил вы должны надевать на себя масочку что вы лучший там лучший полицейский лучший чиновник что вы там как говорится ну вот если вы работаете там а человек осознанный это не значит что надо вы должны работать через вас энергия вселенной может к примеру эту организацию переформатировать надо понимать что просто бросить все сказать все я слишком чист для этого но нет опять друзья мои понесло тут моя мельница чертова я тут о масках о масках говорю так что же намерение выхода из этого из этого круговерти вы должны четко сесть и сказать что я хочу кроме вот этой борьбы да вот что я хочу что я хочу чему-то научиться я хочу чтобы там в моей жизни появились там более благоприятные люди к примеру там я не знаю там партнер по по жизни муж жена там зависит от того как конечно какого вы пола до чтобы что-то купить куда-то съездить что-то изучить что-то сделать да ваши личные намерения не для всего мира вот именно для вас что вы хотите чтобы вот вот это вот кружение колдовской она как бы чуть-чуть сбоку было пусть она еще продолжается но вы намерение свою цель туда направляете и соответственно часть своей энергии направляйте туда иначе она затягивается в эту мельницу еще больше раскручивается вот это вот воронка противостояние воронка войны вам нужно ее погасить вот эти пока друзья мои существует много способов мы еще будем вот может быть сегодня про следы поговорим про заговоренные гвозди но выйти из войны очень важно выйти из противостояния с колдунами я знаю многие из вас крутятся в этом вот много людей ко мне обращается мы снимаем да вот эту вот дрянь и вытаскиваем эти иглы эти проклятия вытаскиваем это не так сложно да но потом они возвращаются потом они возвращаются если это все происходит вот таким образом значит вы крутитесь вот в этой чертовой мельнице вас перемалывает вас останавливают вас специально вы человек которого эта система останавливает приглашают вы кружитесь вы вот в этом как белка в колесе чтобы вы не развивались чтобы ваша душа не развивалась а вам надо идти поэтому обязательно очень важно выйти из чертовой мельницы любовь намерение два фактора важных факторов научитесь этому попробуйте это не просто так сказать все я своего этого врага люблю нет это должно быть внутренне то есть на кураже спокойно с любовью вы должны уметь наносить удары а друзья мои сложно потому что мы привыкли разумом а тут надо отстраненно душой работать и в чем-то уметь посмеяться над собой и над своим противником но над собой то над собой легче то есть над собой сложнее ладно дорогие мои вот опять же я немножко сумбурно наверное не все так как надо но понимаю что эта тема очень важно поэтому наверное сегодня попробуем мы с вами еще подробнее поговорить об этом потому что сейчас все это естественно обостряется кружится вертится а нам надо развиваться нас с вами дорога вперед вверх к счастью здоровью к радости к жизни и может быть хватит вот этих побоищу ну кому то не хватит кто-то продолжайте лить воду на чертову мельницу все друзья мои пока